Слава Богу и сестры, братья и сестры! Как хорошо и как приятно молодежи из разных церквей, городов и штатов быть вместе, правда? Библия нам говорит, что там, где есть единство, там заповедал Господь благословение. Я благодарю хористам, которые пропели это псалом или это пение, где они пели, что херувимы, они вторят, свят, свят, свят. Это было хорошее вступление к моей проповеди сейчас. Тема, как мы уже знаем, которую мы положили в основании этой конференции, это святость. И действительно, знаете, святость – это одна из самых важных и самых ключевых доктрин священного писания. Мы Библию называем какой? Святой, Holy Bible. Дух, который живет в нас – это святой дух. Город, в который мы направили свои стопы, как записал Иоанн, он говорил, «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И немножко ниже написано, «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи». Там все свидетельствует о святости. Там белые одежды, там улицы с чистого золота. Вот и Писание подчеркивает, что это золото чистое, потому что на земле бывает и грязное, есть разные пробы золота. Но там только чистое золото. Если кто-то надеется туда попасть без святости, то относительно священного Писания такой человек будет очень глубоко разочарован. Апостол Петр пишет и говорит, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Библия была написана исключительно святыми людьми. Я хотел бы, чтобы вы увидели сегодня эту взаимосвязь, что Дух Святой движет святыми людьми. Дух Святой действовал через святых апостолов. У нас книга «Деяния святых апостолов». И мы читаем о действии Святого Духа. Я вам больше этого скажу. Каждый раз, когда вы слышите о действии Святого Духа через людей, которые не ведут святой жизни, не верьте этому. Иисус сказал, что многие придут Ему и скажут, что «Господи, мы именем Твоим чудеса творили, бесов изгоняли, много чего делали». Они скажут, у нас была сила Святого Духа. А что Иисус им ответит? «Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Они ему говорят, у нас сила Духа Святого была. А он им скажет, у вас не было святости Святого Духа. Я очень часто приходится слышать, как люди делают акцент на силе Святого Духа, но, признаюсь, еще не слышал ни одной проповеди на святость Святого Духа. Живем в такое время, когда людям хочется силы, но святости как-то не очень. В Библии есть два человека, которые в свое время имели особую привилегию. Еще живя здесь на земле, Бог им позволил заглянуть на небо и увидеть, а как же там? Послушайте внимательно, что они нам рассказывают. И что было самым первым, я думаю, самым важным, что бросилось им в глаза, когда они заглянули на небо с земли. Первым таким человеком был пророк Исаия. В 6 главе с 1 стиха он говорит, «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края ризь его наполнили весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Проходит приблизительно 800 лет, и будучи на острове Патмос, в 4 главе книги Откровения, Иоанн пишет следующее очень что-то похожее. Я вот буду читать выборочно для того, чтобы сократить время. Он говорит, «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, и каждый из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя взывая. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». Вот из этих двух текстов Писания мне хотелось бы подчеркнуть две очень важные мысли. «Самое первое, что увидел и Исаия, и Иоанн, когда отверзлась с неба, это была Божья святость». О чем это нам говорит? Это говорит о том, что самый главный атрибут Бога – это Его святость. Знаете, у Бога много атрибутов или особенностей. Он вечный, милостивый, справедливый. Мы читаем, что Бог есть любовь. Но самое первое и самое главное, что мы должны понимать, это то, что наш Бог есть святой. Небеса постоянно вторят вот эти слова, что Он свят, свят, свят. Я смотрю, что ни одно качество Бога в Библии не повторяется трижды подряд, кроме Его святости. Помните, когда Иисус учил, и Он хотел что-то подчеркнуть или сказать, слушайте, люди, сейчас очень что-то будет важное. Что Он говорил? Он говорил, истину, истину говорю вам. А здесь трижды. Это говорит о важности Божьего характера или Божьей природы, что Он свят. Вспомните тот момент, когда Моисей пас овец в пустыне и увидел вот терновый куст, который горел, но не сгорал. И когда Моисей подошел поближе, чтобы посмотреть на это явление, то он услышал голос. Я допускаю себе мысль, что Моисей, вот он сорок лет уже в этой пустыне, вот не один раз проходил мимо этого куста. И это место не было чем-то особенным. Но в данный момент этот клочок земли стал святым только потому, что на этом месте был святой Бог. И самое первое, что Бог объявил Моисею, это свою святость. Как Божий слуга, как Божий посланник, как служитель. Самое первое, что Моисей должен был понимать, что его зовет на служение Бог, который есть святой. Он должен понимать, с кем он имеет дело. И я смотрю, проходит сорок лет еще. И Бог обращается к этому уже старцу, к этому дедушке, которому сейчас сто двадцать лет. И он говорит ему, взойди на сию гору Аварин, на гору Нево. Посмотри вот на эту землю, которую я обещал, и даю сынам Израилевых, и умри там на этой горе. Ей кажется, Господи, почему такой сильный человек, такой верный служитель, сорок лет, ну так верно служил, Господи, ну почему? Господь говорит, почему? Говорит, за то, что вы согрешили против Меня среди сынов Израилевых, при водах Миривы, в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости Моей среди сынов Израилевых. И мы поем такой псалом, вы не явили святости Моей, за это не войти вам в эту землю. Молодежь, я хотел бы, чтобы мы все понимали, что мы имеем дело с Богом, который есть святой. Именно поэтому Петр и пишет в своем первом послании в первой главе с 14 стиха. Он говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, вот подчеркиваю это слово, похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Вот есть много интерпретаций, что такое святость. Я не буду, у меня нету слишком много времени, но я хотел бы подчеркнуть только ключевые слова в этих местах, которые я еще буду читать. Петр говорит, с одной стороны, есть похоти, а с другой стороны, он говорит, это надо оставить, надо жить святой жизнью. И второе, на что обратили особое внимание Исайя и Иоанн, это на вот этих животных вокруг престола. Исайя их называет херувимами или серафимами, у которых было по шесть крыл. Вы когда-нибудь задумывались, читая Библию, почему у этих серафимов или херувимов было по шесть крыл? И вообще зачем это записано в Библии? Я о себе сидел, рассуждал, я смотрю, что если посмотреть вообще на Божье творение на земле, то мы видим то, что Бог сотворил каждое тело так, чтобы оно могло существовать в тех условиях, в которых их поместил Бог. К примеру, если Бог птицам предназначил небесный простор, то Он дал им крылья, чтобы они там могли летать. Если обитание рыб – это вода, то, естественно, Бог дал им плавники, чтобы плавать. Человека Бог поместил на земле, вот это его обитание, и дал ему руки и ноги. Мы все видим, как это нам пригодилось. Я смотрю, что когда Бог творил этих серафимов, то Он им дал по шесть крыл, не просто так для разнообразия Его творения, но для какой-то определенной функции. И я верю, что вот эти шесть крыл были необходимыми для этих серафимов, чтобы они жили в тех условиях, в которые их поместил Бог, а именно Бог их поместил вокруг Его престола или в центре Его святости. Мы видим, что Божье присутствие и Его святость там настолько сильное, что даже вот эти небесные существа, серафимы, они вынуждены закрывать не только свои ноги, но и закрывать свое лицо. Я вспоминаю, когда Бог взывал к Моисею из тернового куста, то написано, Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Я вот только себе думаю, какой большой контраст с многими так называющимися христианами сегодня, которые, идя в Дом Божий, не видят надобности или потребности, чтобы просто скромно одеться. Они говорят, ну, Боже на сердце смотрит. В то время, когда небесные существа, понимая Божью святость, они закрывают не только свои ноги, но и свое лицо. Вот, думаю, неудивительно ли это? И нет, мы сегодня не делаем акцент на внешний вид. Я понимаю, мы все понимаем, что можно прилично одеться, но внутри, подобно фарисеям, быть полным нечистоты и неправды. Правильная внешность еще не гарантирует правильного внутреннего состояния. Но в то же самое время, мне очень нравится, как однажды сказал известный проповедник Чарльз Пэрджин. Он сказал, если вы не видите святости во внешнем виде человека, не волнуйтесь, внутри ее точно нет. Внутренная святость и чистота, она обязательно проявит себя в наших словах, в наших поступках и, конечно же, в нашей внешности. Сейчас хотел бы немножко с нашей с вами историей, очень сжато. В 18 веке жил такой в Англии проповедник по имени Джон Уэсли. Он вырастал и рос в многодетной семье, и их семья посещала ангеликанскую церковь. Когда он вырос и начал глубоко изучать Писание, он пришел к выводу, что ангеликанская церковь в то время она слишком далеко ушла от Библии и слишком сильно позволила мирским ценностям вобрать в себя вот это. И горя желанием донести истину своему народу, он садился на свою лошадь и проезжал четыре тысячи миль каждый год с проповедью Евангелия. Ключевым стихом его проповедей был стих из послания к Титу, где написано так. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, снова подчеркиваю, и мирские похоти целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Основная тема, или можно сказать, даже одна тема вот этого проповедника Джон Уэсли, это было освящение и святость. Он говорил, что «Люди, нам нужно покаяние, мы слишком уже слились с этим миром». Но, к сожалению, изменить англиканскую церковь Уэсли не удалось. Но как результат его проповедей в христианстве образовалась новая ветвь христианства под названием методизм. Вот после его смерти именно методистская церковь продолжала проповедовать важность освящения и святой жизни. Со временем, уже в конце XIX века, в Америке, в частности, и не только, сформировалось мощное движение под названием «Движение святости» или «Holiness Movement». Это движение захватило разные динаминации и конфессии. И вот когда однажды я читал историю, одну книгу об этом движении, я обратил внимание на одну деталь. Этот историк, он говорил, что за всю историю существования христианства в Америке никогда еще не открылось столько много церквей, как вот за этих несколько десятилетий движения святости. Я, знаете, остановился себе, подумал, часто причина, почему проповедники или служители, они хотят проповедовать о святости, это потому, что они боятся потерять людей. Но оказывается, исторический факт в том, что именно тогда, когда святость проповедовалась и практиковалась, именно тогда церковь, она росла. И это естественно. Почему? Потому что мы говорили, Библия святая, Дух святой. Как оно все может быть интересное тем, кто любит грязную нечестивую жизнь? Не прошло много лет. В 1906 году в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, началось мощнейшее пробуждение мирового масштаба под названием Azusa Street Revival. Бог начал массово крестить людей Духом Святым. И послушайте еще один факт. Историки утверждают, что более чем 90% участников этого пробуждения, кого Бог крестил Духом Святым, кому давал дары Духа Святого, это были выходцы из движения святости. И я для себя понял, что нет лучшей почвы или условий, которые мы можем создать для Святого Духа, это как народ Божий, который живет святой жизнью. Это пробуждение, как огонь, оно разнеслось по всему миру. Если вы изучали нашу славянскую христианскую историю, то вы очень хорошо знаете, что много наших церквей Западной Украины, Белоруссии и других стран были открыты именно братьями, которые в 1920-30-х годах уезжали в Америку на заработки. Здесь Бог касался их сердец, они здесь каялись, Бог крестил их Духом Святым и побуждал возвращаться назад с целью проповеди Евангелия. То есть то учение, которое мы, молодежь, славяне приняли от наших дедушек и бабушек, исторически вот именно связано с этим движением. Они привезли с Америки то, что увидели тогда здесь. А тогда здесь было движение святости, об этом учили в церквях, и движение Святого Духа. Сегодня многие задаются вопросом, а почему нет таких чудес, как раньше? А почему Дух Святой не действует так, как Он раньше действовал в Америке сто лет тому назад? Или, по крайней мере, так как Он действовал в поколении наших предшественников? Сегодня мы слышали благословенные свидетельства со стрижений Полищук. Говорят, нам нужно новое движение Святого Духа. Я вам скажу, что нам нужно. Нам нужно новое движение святости. И движение Святого Духа обязательно придет. Иисус однажды сказал, что Дух дышит, где хочет. Я как-то по-новому это увидел. Знаете, мы не можем Дух Святой заставить действовать. Мы не можем Его заставить прийти к нам. Но мы можем сложить условия, чтобы Ему захотелось среди нас быть и дышать. И так как Его природа Духа есть, что Он святой, нет лучших условий для действия Святого Духа, как собрание верующих людей, которые стремятся к святости. Он хочет там быть, где святость. Во втором послании к Тимофею, третьей главе, апостол Павел пророчески предсказал состояние верующих людей в последние дни. Он писал, говорит, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». Во-первых, хотел подчеркнуть, что здесь речь идет о так называющих себя христианах. И в этом страшном перечне стоит слово «люди будут нечестивы», а в английском переводе говорит «unholy», то есть не святые. Я думаю, мы сегодня это наблюдаем повсеместно. Порой уже не знаешь, как и почем различить мирского человека от христианина. Хотя, основываясь на Библии, разница между ними должна быть такой, как свет и тьма. Все должно быть очевидно, ясно. Иногда молодежь спрашивает «А какая Божья воля для моей жизни? Может быть, на служении? К чему меня Бог призывает? Вы хотите знать волю Божью для вашей жизни?» Я вам прочитаю. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стиха. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в, еще раз подчеркиваю, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Теперь послушайте меня внимательно, молодежь. Если мы не будем стремиться исполнить волю Божью вот этую в нашей жизни, мы никогда полноценно не исполним его волю относительно служения или нашего призвания. И на это смотришь, ну, способный, брат, талантливый, брат, только служить. А оно как-то, ну, не идет, ну, не идет у человека. А почему? А почему? Потому что, если внутренность загрязненная плохими сайтами, фильмами, похотливыми мыслями, не будет откровения, не будет глубокого понимания Божьего Слова, не будет дерзновения вставать за кафедру, и не будет помазания и движения Святого Духа, потому что Дух Святой движет святыми людьми. Поэтому мой призыв сегодня, дорогой брат и сестра, каждому из нас проверить свое сердце. Если мы, может быть, допускали или допускаем вещи в свою внутренность, которые нас загрязняют, которые не дают нам радости, которые сковывают нас, нету свободы, и мы понимаем, что внутри нету святости. Да, может, мы сегодня красиво оделись, нам никто замечания не даст, но внутрь заглянуть может только Бог. Я хочу тебе сказать, иди к тому, кто может дать тебе белые одежды, кто может осветить тебя, кто может снять с тебя вину. И ты сам убедишься, насколько Дух Святой будет ближе к тебе каждый день. Он будет очень близко. Почему? Потому что святость это его природа, это его сущность. Бог много обещал для нас. употреблять молодых, давать дары Духа Святого. Я вам скажу, что вот отсутствие святой жизни, оно закрывает двери Богу дать дары, призывать человека, наполнять человека. Поэтому, да, поможет нам Господь, когда мы сидим в этом собрании, мы еще будем слушать Божье Слово, проверять себя, проверять свою внутренность. И если там нет святости, говорить, Господи, очисти меня. Я хочу быть святым. Я хочу, чтобы Дух Твой Святой был так близко ко мне. И Бог сделает это. Аминь. Аминь. Аминь.